Сегодня новость, которая лично меня, внимание, очень порадовала. Я пользуюсь этим ежедневно, и вот теперь этого в городе станет больше. Я сейчас говорю о выделенных полосах для движения общественного транспорта. Сразу оговорюсь, личный автомобиль у меня есть, я, как и многие горожане, езжу за рулем, но наличие расширения сети полос для общественного транспорта лично меня совсем не смущает, даже наоборот, нравится. Я правда уверен, что ездить на работу и обратно домой на городском транспорте удобнее, но мнения, как это обычно бывает, разделились. Вот типичные комментарии. Это не мера. Толку не будет. Для общественного транспорта улучшения будут, а для всех остальных будут заторы, как на улице Мира перед улицей Красной. И то там сплошные нарушения. Постовой только успевает останавливать машины. 70% передвигаются на общественном транспорте и лишь 30% на авто, чьи интересы важнее. И вот действительно, чьи интересы важнее? Тех, кто едет на личном авто или тех, кто на автобусе? Ну давайте элементарно подсчитаем. В среднем на каждый автобус в потоке приходится порядка 20-25 легковых автомобилей. Вместимость автобусов, как мы понимаем, не чита легковушки. При том, что, как правило, в легковушке только водитель. Тогда кто больше перевозит людей? Я думаю, ответ очевиден. А значит, меньшинство, если мы говорим о демократии, должно подчиниться большинству. Опять же, если мы говорим о демократии. И в этом отношении мне понравился еще один комментарий. Как давно вы пересели за руль и стали обладателем смартфона по средней модели? Помните, как еще вчера вы катались на трамвае в универ, стояли в очереди за студенческим проездным, тратили уйму времени, чтобы оплатить коммуналку в сберкассе, а по субботам ездили на толчок за шмотками? А ведь во всех ваших делах надежным и верным помощником был и остается транспорт. Общественный транспорт. Но сегодня обладание ржавой железякой дает право считать себя человеком высшей расы, имеющим право пренебрегать общественным благом. И это страшное заблуждение. И вот действительно, не могу я понять тех, которые из пены и у рта спорят о своих правах и заявляют, что я не для того покупал автомобиль, чтобы ездить на трамвае или автобусе. При этом 4-5 кварталов, нарушая правила дорожного движения, если мы будем говорить о центре города, такие люди едут по трамвайным путям, долго ищут парковку, нарезая круги по кварталу, но зато на своем авто они, как все, в консервной банке. И это я еще не говорю о возможных штрафах за езду под запрещающие знаки и пробках. Знаете, как в анекдоте, ежик плакал, кололся, но продолжал лезть на кактус. И самое интересное, что людей с такой ментальностью среди моих знакомых не один и не два. Впрочем, я думаю, среди ваших знакомых таких людей тоже найдется в достатке. А с другой стороны, у меня есть другой пример. Мой старый друг, главный редактор одной из радиостанций, каждое утро оставляет свою машину на парковке недалеко от остановки троллейбуса, а дальше целый день передвигается по городу на городском транспорте. Я говорил с ним сегодня, и выделенки он очень приветствует. Это реально облегчит движение по городу и ускорит. Хотя в комментариях отдельных диванных экспертов присутствует и такое мнение. В Москве на проспектах по 4-6 полос в каждом направлении. Почему бы не сделать выделенку? А в Краснодаре по одной полосе, ну, на нескольких улицах по две. Мне вот интересно, как они на 1 мая будут делать? Ну так извините, никто не заставляет делать выделенку на дорогах, где одна полоса движения. Хотя с другой стороны, по той же улице Октябрьской, в сторону шифровального училища, одна полоса, и она для общественного транспорта. Это же никого не смущает. Мы же к этому привыкли, пробок это не создает. Ну и в качестве заключения. Как мне кажется, появление в нашем городе дополнительных выделенных полос для общественного транспорта это логичное продолжение того, что город начал несколько лет назад. Я имею в виду платные парковки и запрет стоянок на обочинах отдельных улиц. Согласитесь, если становится неудобно пользоваться личным транспортом, должно быть удобно пользоваться транспортом городским. А без этого город весь встанет в одну большую и глухую пробку. Но лично для меня во всей этой истории главное другое. Главное то, что мы ищем решения. Мы меняем перекрестки, схемы движения, создаем выделенные полосы для городского транспорта. Мы двигаемся вперед. Мы уже не будем тем маленьким южным городом, в котором приятно встретить старость. Мы – Краснодар. Город, который стремится в будущее. И транспорт – это внимание. Только начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин